Доброго времени суток, кроссаутеры! Совсем недавно разработчики запустили рейтинговые игры и теперь каждый может посоревноваться с другими игроками в скилле и занять свое место на пьедестале. А что же такое рейтинг? Смотрите далее в этом видео. Ну что ж, давайте сначала поговорим про рейтинг, узнаем что это такое, с чем его едят, ну а дальше я вам покажу свою сборку, на которой я довольно часто катаюсь. Чтобы попасть в рейтинг нажимаем в бой и переходим на соответствующую вкладку рейтинг. Далее если мы нажимаем еще раз бой, то соответственно начинаем сражение с другими игроками. Здесь же можно посмотреть таблицу лидеров. Первые 30 мест в этом списке получают награду. Как вы можете видеть, эта награда не такая довольно большая, за которую стоит прям рвать и метать. Но в принципе тоже приятный бонус, как голда, ну и немного металлолома. Также здесь вы можете видеть свое место в рейтинге, ну и соответственно очки, которые вы набрали. Всего изначально дается полторы тысячи очков, за победу в рейтинговой игре вы получаете плюс 25 очков, за поражение с вас отнимают 25 очков. Игры проходят в формате 4 на 4, то есть две команды, в которой по 4 игрока. Соответственно побеждает тот, у кого останется больше союзников, либо тот, который захватит базу. Ну в общем все как в обычных играх. Давайте теперь посмотрим на машину, на которой я катаюсь в рейтинге. Она довольно большая и массивная, весит более 14 тонн. По очкам мощи здесь получается 7600. В принципе, как вы можете видеть, здесь довольно много запчастей от фракции степных волков. Это больше, конечно, касается обшивки внутренней, потому что запчасти довольно хорошие по броне. Ну а спереди вот этой вот защиты я поставил броню от фракции бешеных. Также от бешеных у меня здесь есть рамы. Они довольно легкие, поэтому я их довольно часто использую. Что касается колес, здесь я использовал двойные, потому что они довольно большие по грузоподъемности. В центре у меня есть просто двойное колесо, оно не стэшное, то есть не поворотное. Сзади я поставил два больших колеса, чтобы немного опустить переднюю часть и поднять заднюю. Как вы можете видеть, здесь все собрано на кабине зубодробитель. В принципе, довольно ходовая кабина, поэтому я ее использую. Из оружия здесь есть четыре дрона колесных прихвостня. Я их расположил вот таким образом, то есть они в разных направлениях и, соответственно, стоят на одной клавише. То есть, если я нажимаю на эту клавишу, выпускаются сначала два дрона, потом еще раз нажимаю и выпускаются остальные два. Есть вариант, когда я ставил все направления вперед. То есть, сейчас я вам покажу. Они все стояли вот так вот, повернуты вперед. Соответственно, в чем тут плюс? Они выпускаются по одному. То есть, я четыре раза нажимаю на кнопку и четыре дрона выпускаются. Но есть здесь один минус. Получается, они выходят все спереда и могут попасть под колеса под ваш крафт. Но я сейчас остановился вот на таком варианте. Так, далее у нас за дронами есть инвиз фиолетовый, а также фиолетовый радар-детектор. Это довольно крутая штука. То есть, вы можете видеть противников, которые к вам подходят и, соответственно, уходить в инвиз, когда вам это нужно. Обычно я ухожу инвиз уже после того, как выпускают дронов, чтобы либо пробраться на базу противников, либо сбежать от противника, ну и либо просто кружить вокруг него и неожиданно напасть либо на дрона, сбить его, либо просто подъехать под противника, поднять его, если у него пушки, и лишить его маневренности. Спереди у меня два отвала, один от паровоза, ну, а другой отвал малый. В принципе, это довольно хорошая защита для переда. Тут еще у меня есть окна пургона. Ну, я скорее их поставил так, потому что они довольно легкие, ну и отлично вмещаются вот в это пространство. Поэтому я так оставил. Батчина у меня защищена решеткой баги, ну, а также по два тисака с каждой стороны. Ну что ж, в принципе, это все. Давайте я, наверное, только поставлю какую-нибудь краску. Давайте шаблон край света поставлю. Все закрасим. Ну и что ж, и, наверное, мы пойдем и посмотрим, а какова эта машинка в действии, почему именно используют дроны, почему другое оружие. Насколько они эффективны именно в рейтинговой игре. Чем рейтинговая игра отличается от обычной? Какие у нее есть особенности? Ну, во-первых, особенность в том, что вы можете собрать свою команду и играть только своей командой. То есть, если в раундаме вы можете собрать 4-х человек, и рядом будет еще 4 человека, и не факт, что они будут нубами, то здесь вы можете просто играть своей командой и разносить команду противника. Еще одна особенность в том, что здесь нет привязки к хомам. То есть, вы можете играть, не знаю, на 9 тысячам, и к вам в пати может попасться какой-то там залетный чувак с 4 тысячами или с 5 тысячами. А у противников также могут быть как и 12 тысячам крафты, так и 5-6 тысячам. Еще в рейтинг нельзя пойти на машинах, которые меньше 3 тысячам. То есть, нужно собрать хотя бы там 3-3,5 тысячи, и спокойно вы сможете поучаствовать в рейтинге. Но здесь есть тоже свой нюанс. Соответственно, на такой машине вы вряд ли там куда-то пройдете. Скорее всего, вас довольно быстро будут карать, и вы сильно опуститесь в рейтинге. Почему довольно много игроков в качестве основного оружия используют дробов? Ну, все тут довольно просто, потому что у вас в противниках всего 4 игрока. То есть, грубо говоря, на каждого противника вам достаточно по одному залпу. Если сравнивать с обычной игрой, а не рейтинговой, то здесь получается, что противников довольно много, а залпов мало. Поэтому это оружие здесь будет наиболее эффективно. И вот этот крафт, который я вам показывал, возможно, в обычной игре он не будет таким эффективным, потому что он медленный, ну и залпов, соответственно, всего 4. Еще плюс дронов в том, что можно спокойно уходить в инвиз после того, как запустил дронов. Также еще остается одна единица энергии, которую я использую на радар-детектор. То есть, у меня, грубо говоря, собирается нормальный набор из вооружения, а также из дополнительных запчастей. Дроны занимают всего 3 единицы энергии, то есть этого как раз достаточно, чтобы вот такой комплектика собрать. Что касается инвиза, здесь прикол в том, что, как я уже говорил ранее, можно сначала выпустить дронов, а потом уже выходить в инвиз. И даже несмотря на то, что дроны там будут наносить урон вашему противнику, вы будете все равно в инвизе. И вы можете либо там подъехать к нему как-то сзади, а либо вообще проехать на базу. Это такой довольно существенный плюс для тех игроков, которые играют дронами. Кстати, если у вас есть кабина горбун, то вы можете поставить еще и пятый дрон к себе. Ну, у меня горбуна нет, хотя я, в принципе, могу его собрать. Меня устраивает вот такой вот вариант, который я вам сейчас показывал. Ну, а по поводу радар-детектора еще хочу сказать то, что не все игроки ставят радар-детектор. Вы, конечно, можете понадеяться на то, что у вашего союзника, сокомандника будет стоять и освещать, так сказать, карту. Но, поскольку союзников у вас будет всего три, то вероятность того, что именно у кого-то из них окажется радар-детектор, довольно мала. А видите, где находятся противники, это довольно большое преимущество. Поэтому, собственно, я и ставлю на свою машину такой девайс, довольно полезный. Ну что ж, кроссаутер, собирай свой лютый крафт для нагиба и бегом в рейтинг. Покажи, кто здесь батька на карте. Ну, а с вами был канал Шара Геймс, и я жду от вас лайков и подписок. А если вы ждете от меня новые видосы, то нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok